Пенсионный возраст женщин снизят до 61 года. Об этом объявил президент страны во время послания народу Казахстана. Еще одно новшество пенсионной системы изменит минимальную и максимальную базовые ставки. Это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию на 27%. Также президент объявил о росте минимальной заработной платы с 60 до 70 тысяч тенге. Потребуется скорректировать систему социального обеспечения. Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднем месячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности. Значительный блок выступления президента был посвящен образованию. Одна из интересных инициатив – все незаконно полученные средства, которые поступают в результате судов над коррупционерами, должны расходоваться на строительство школ. Также глава государства предложил отчислять половину ежегодного инвест-дохода национального фонда на специальные накопительные счета детей. Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною года детей дать старт принципиально новой программе – национальный фонд детям. Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода национального фонда на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. По аплодисментам понятно, эту инициативу ждали долго. По словам главы государства, при достижении совершеннолетия накопленная сумма будет направлена на приобретение жилья и получение образования. Путевка во взрослую жизнь. Проект запустят 1 января 2024 года. Ожидаются изменения и по тарифам. Президент сообщил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопровода. Искусственное сдерживание тарифов чревато верными отключениями и авариями. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике. Тариф в обмен на инвестиции считает президент. Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%. Тариф будет предоставляться в обмен на вложение в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа. Следует разработать действенные стимулы для внедрения инновации, разрешить перераспределять часть затрат внутри тарифной сметы и сохранять определенную долю дохода. Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других. Отдельно президент остановился на теме сборов при покупке автомашин. Автомобили из некоторых стран ближнего зарубежья до сих пор остаются вне закона, создавая угрозы общественной безопасности. Необходимо принять меры для перекрытия всех нелегальных каналов впредь и урегулировать ситуацию с авто, ввезенными до 1 сентября текущего года. Для их легализации предлагаю применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тысяч тенге. Эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную очистку. А что касается дорог, несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня, отмечает президент. До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Такие случаи были и в Северном Казахстане. Для крупной нефтедобывающей страны это нонсенс, отметил глава государства. Системные провалы работы правительства, постоянно возникающие дефициты то топлива, то сахара приводят к справедливому негодованию граждан. Это следствие неповоротливости, нерешительности кабинета министров, отметил президент. И добавил, если так будет продолжаться, придется вновь принимать конкретные кадровые решения. Мы сейчас находимся на заводе имени Кирова. Время 11 часов утра. Сотрудники предприятия отлучились от работы и внимательно слушают послания главы государства. Началось оно с исполнения государственного гимна. После казахстанцам обратился президент Касымжумар Тукаев. Послание большое и информативное, поэтому заводчанам есть что обсудить. Например, Сабине Балгабаевой понравилась новая методика определения минимальной заработной платы. Такое новшество позволит поэтапно увеличивать ее размер. Сейчас мы послушали послание президента, и мне оно очень понравилось. Я рада, что глава государства в скором времени введет новую методику определения минимальной заработной платы. Оно позволит увеличить уровень средней зарплаты с 60 до 70 тысяч тенге. Это очень хорошо. А значит, предстоит перезагрузить и пенсионную систему. Минимальную базовую ставку увеличат до 70% от прожиточного минимума, а максимальную – до 120%. Снизится планка пенсионного возраста для женщин. Если раньше она была на уровне 63 лет, то теперь уйти на заслуженный отдых можно в 61 год. Особое внимание будущему Казахстана – детям. В скором времени в стране запустят программу «Нацфонд детям». Она больше всего запомнилась Александру Криволапову. Много положительных моментов для людей простых, для граждан Казахстана. Надеемся, что дальнейшее развитие в той же сфере, благо для народа. Самое интересное, что для детей теперь будет возможность копить для своего будущего. Другими словами, каждая семья сможет получить всестороннюю поддержку от государства. По словам Касымжа Марта Тукаева, фонд обретет статус национального и будет служить исключительно интересам народа. Несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего. Такую характеристику дал президент страны в своем послании. По словам Касымжа Марта Тукаева, хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Президент сообщил, что со следующего года в стране начнут реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельчан. Большая часть наших жителей живет в селах. И благодаря тому, что будут построены новые ФАПы, новые медицинские пункты, возможно будет оснащение транспортом, таким образом мы повышаем уровень оказания помощи людям населия, потому что не всегда, к сожалению, учитывая расстояние, наш северный регион, сельские жители могут получить эту помощь в городе. За два года в стране построят и полностью оснастят медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Доступ к первичной медпомощи получат более миллиона человек. Это отличная новость, говорят медики, как и снижение пенсионного возраста для женщин. Елена Семидоцких рассказывает, когда она в составе национальной комиссии посещала предприятия и организации, первый вопрос был от женщин. Касался он пенсионного возраста. 63 года – очень много. Многие просили, чтобы пенсионный возраст был снижен. Во-первых, это и по здоровью сложно. Представляете, медсестру в 63 года, которая ставит уколы, чтобы попасть в вену, какие усилия нужно прилагать, опять же, работая на каких-то станках. То есть это тоже должна быть определенная техника, это должна быть определенная концентрация. Ну и опять же, мы должны знать, что наши женщины должны суметь свою жизнь посвятить и внукам, суметь им уделить время. У нас немножечко другая жизнь, она отличается от европейской. Одна из инициатив, которую поддерживают североказахстанские общественники – ограничение мандата. Глава государства предложил установить президентский мандат до одного срока продолжительностью 7 лет, без права переизбрания. Президент не продлевает свои полномочия. Но самое главное, что в послании было, я думаю, мы увидим в неочередных выборах. Потому что то, что было сказано сейчас, оно уже тезисно звучало раньше государству. Здравоохранение, школы развивать – это все было и до этого сказано. Я думаю, основные социальные плюшки для населения, они будут сказаны именно во время предвыборной кампании президента. Глава государства предложил осенью текущего года провести внеочередные президентские выборы. А Натальи Целуйко как педагогу интересен был блок выступления про образование, а именно гранты. Государство планирует выделять их в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей. Исходя из этого, размер гранта составит от 30 до 100%. Будут строиться общежития с участием государственного частного партнерства для студентов. Эту работу нужно было начать уже давным-давно. Во-вторых, радует то, что четко было обозначено, что обучение и образование должно вестись на двух языках – и на казахском языке, и на русском языке. Будут увеличены количество грантов для студентов медицинских специальностей. Также будет льготное кредитование в системе образования. Ставка составит 2-3% годовых. Затронул глава государства в своем обращении к народу Казахстана и вопрос минимальной заработной платы. По словам Касымжи Марта Тукаева, в скором времени ее уровень повысится до 70 тысяч тенге. Это напрямую затронет доходы почти 2 миллионов граждан. Соответственно, изменится и планка пенсионного возраста. Из года в год послания становятся все более реальными, все более насыщенными и все более приближенными, так скажем, к народу, к населению. И, конечно, в данном послании, прежде всего, для меня стало очень важным уменьшение пенсионного возраста для женщин. До 28 года он будет снижен до 61 года. Это очень важно, потому что очень многие женщины были обеспокоены тем, что возрастной потолок был 63 года. Но будем надеяться, что так оно и будет, и в дальнейшем еще будет снижен. Поручил президент разработать эффективную инвестиционную стратегию единого накопительного пенсионного фонда, которая будет привлекать к сотрудничеству частные компании с безупречной репутацией и высокопрофессиональными командами. Между тем, скорректируют и систему соцобеспечения. Мы увеличим период выплат по уходу за ребенком до полутора лет уже с 1 января 2023 года. Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности. Образование – важная составляющая социально-экономического развития государства. До 2025 года в стране создадут 800 тысяч ученических мест, которые будут отвечать всем требованиям. По словам главы государства, строительство новых учебных заведений должно быть одной из приоритетных задач правительства и Акимов. Большую работу по этой линии уже проводят в Северном Казахстане. Президент сказал, нам нужны только очень современные школы. Нам уже не нужно образование, которое работает в три смены, или те школы, которые считаются сегодня устаревшими. Поэтому наша область идет в ногу, я считаю, с посланием президента. На сегодняшний день у нас построено за три года четыре новые школы. На сегодняшний день строятся две новые школы на 750 мест. Это касается в районах. Президент сказал, у нас вузы должны быть конкурентно способные. Конкурентно способные в том плане, что должны быть у нас общежития для иногородних студентов. В Северном Казахстане они появятся уже скоро. Сейчас идет строительство трех общежитий на 1400 мест. Завершают работы и в новом современном лабораторном корпусе «Местный альмаматор», где студенты могут проводить различные исследования. Мы строим справедливый Казахстан с открытой конкуренцией и равными возможностями для каждого. Принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия. В этом году страна вступила в новый этап развития. Конституционная реформа стала важным шагом в построении нового Казахстана. По словам Касымжумар Татукаева, курс на политическую модернизацию поддержали большинство граждан. А его продолжением станут структурно-экономические преобразования. Новый импульс развития получит малый и средний бизнес. Сегодня именно эта отрасль нуждается в поддержке государства. Больше всего меня привлекло то, что он уделил внимание проблемам малого и среднего бизнеса. Особенно то, что он дал поручение правительству и Национальному банку проработать вопрос о быстром и доступном кредитовании для малого и среднего бизнеса. Не секрет, что финансы, доступ к финансовым ресурсам – это кислород для любого бизнеса. Поэтому то, что эти ресурсы станут быстрыми, доступными, равноправными для всех предпринимателей – это оздоровит экономику Казахстана. Предложил президент страны разработать новый налоговый кодекс. В рамках реформы рассмотрят возможность введения налога на роскошь. По мнению Евгения Кинцеля, это еще одна значимая инициатива. Инициатива президента о введении налога на роскошь – это тоже своевременная актуальная инициатива, поскольку в такой непростой момент, который переживает наша страна, наша экономика, нам всем, особенно богатым людям, стоит отказаться от роскоши и больше внимания уделять общеэкономическим проблемам. Претерпел ряд изменений бюджетный кодекс. Скоро в документе утвердят предельные нормативы, что позволит прекратить практику неэффективного расходования ресурсов Нацфонда. Но при этом его трансферты будут использовать исключительно на развитие критической инфраструктуры. Все озвученные инициативы, они очень важны для нас, для каждого. Я, как председатель постоянной комиссии по бюджету, в данном послании именно меня заинтересовали изменения в бюджетном кодексе. В бюджетном кодексе нам необходимо внести изменения, потому что произошли много изменений, налоговое законодательство, и у нас программы госзакупок, они все должны усовершенствовать, многие обращаются, мы ездим на встречи с населением и, конечно же, слышим эти проблемы. По словам президента, такие новшества позволят госорганам переносить неосвоенные средства на следующий год, то есть помогут избавиться от неэффективной практики возврата денег в бюджет. Приступают к ремонту дорог, а битума не хватает. С такой проблемой сталкиваются практически все дорожные компании страны. Наша область не исключение. То Петропавлов Желдаре ежегодно ремонтирует около тысячи километров полотна в северном Казахстане. За какой участок не взялись бы, обязательно столкнутся с тем, что не хватает одного из главных составляющих асфальта – битума. Техника работает в полном уме, люди готовы работать, но нехватка битума, порой приостанавливают нашу работу и бывают большие простои. Сейчас сезон как раз строительства, нужно вести активное строительство, строительство и ремонт работы, а не хватает битума. На каждом объеке нам не хватает основной сырьевой материала. В разгар ремонтных работ компании требуется около 30 тонн битума. Получают меньше, потому и не укладываются в сроки. И такая проблема возникает у всех дорожников региона. В конце строительного сезона практически все организации сталкиваются с нехваткой битума. Там еще они сталкиваются с такими непреодолимыми условиями, что, к примеру, по условиям договора подряда, используемые материалы должны быть казахстанского производства. А у нас, к примеру, взять Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, ну, он просто, нет возможности там приобрести битум. И получается, что они оказываются в таких условиях непреодолимы. Дорожники поднимают наболевший вопрос не первый год. Выносили ее на уровень профильного министерства и правительства. Проблема достигла республиканского масштаба. Разобраться поручил президент страны в своем послании. До сих пор наблюдаются перебои с обеспечением битумом. Это нонсенс для крупной нефтедобывающей страны. Правительство должно окончательно решить эту проблему. Президент отметил, что отдельное внимание нужно уделить качеству строительства автомобильных дорог, в том числе местного значения. Несмотря на огромные бюджетные вливания, эта проблема не сходит с повестки дня, добавил глава государства. И напомнил о своем поручении довести долю местных дорог, находящихся в хорошем состоянии, до 95%. Послание президента обсудили в стенах Кузыбаев-юниверсити. Актуальными темами на встрече стали высшее образование и места в общежитиях. Последнего острый дефицит, говорят учащиеся. Послание говорилось о том, что больше будет строиться общежных мест. Это очень радует студентов, потому что у нас в городе не хватает квартир, также не выдают квартир для студентов. А если выдают, то тратить на съем квартиры приходится всю стипендию. Для решения этой проблемы нужно активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями. В то же время считаю, что перекладывать решение всех проблем на плечи государства неправильно. Поэтому наличие общежитий должно быть одним из критериев доступа частных вузов к государственному финансированию. Разумеется, такие требования к учебным заведениям следует внедрять постепенно. Также можно субсидировать затраты на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов, отметил президент. Говорил он и о стоимости обучения в казахстанских вузах. По мере повышения качества ценник на обучение тоже будет расти. Потому будут предоставляться льготные кредиты на учебу под 2-3% годовых. Действительно, обучение дорожает. Особенно студентам очень трудно получить какое-то образование. Кредитование, которое говорил президент в своем послании, плачевать посредством кредита и потом уже вернуть вот эти кредиты обществу, мне кажется, это удобный вариант, потому что в практике у нас такое было. Пересмотрят и подход к выделению грантов. Государство планирует выделять их в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей. Чем они лучше, тем больше размеры гранта. Он будет покрывать от 30 до 100% обучения. Белые бантики на косичках, букет цветов в руках и горящие глаза. Дети вновь возвращаются за школьные парты. Сегодня во всех учебных учреждениях праздник – традиционная линейка, посвященная первому звонку. Чествуют первоклассников, провожают в последний школьный год выпускников. Поздравил их от имени Акима Города руководитель отдела жилищной инспекции Аслан Ильясов. Желаю всем хорошего, крепкого здоровья, хороших оснований. Отметы в этом году у нас в городе было 3000 учеников первых классов. Стефане Козловой только предстоит школьный путь. Сегодня она стоит на линейке вместе со своими уже одноклассниками и признается, очень волнуется. Я рада, я очень волнуюсь, потому что в школе столько первоклассников. Просто я не ожидала, что так будет. В этом году в гимназии первоклассников и правда много. Всего здесь обучаются 960 учеников. В этом учебном году в школу поступили 5 первых классов первоклассников. Это 129 юных гимназистов. Школа ждет их, педагоги ждут их, ждут просторные классы. Школа готова к новому учебному году. По традиции звучит первый школьный звонок, объявляющий о начале нового учебного года. В честь праздника новоиспеченные ученики подготовили творческие номера. В области более 460 школ и 74 тысячи учащихся. Более 7,5 тысяч из них – те, кто впервые переступил порог школы. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава и руководящих работников вузов увеличилась на 75%. Речь идет только о подведомственных Министерству культуры и спорта. Например, если раньше преподаватель вуза сферы искусств получал 210 тысяч тенге, то теперь его зарплата составит 350 тысяч. Сейчас профессор со стажем от 13 до 16 лет получает 267 тысяч тенге. С применением повышающего коэффициента 3,5 он получает 435 тысяч. Доцент с таким же стажем получал раньше 243 тысячи тенге. Теперь его зарплата увеличилась до 340 тысяч. Требовать много, оплатить мало. Такая схема не работает. Руководство организации должно это понимать. Из-за низких зарплат любое предприятие со временем лишится всех грамотных специалистов, что естественно и ожидаемо. А вот повышение зарплаты, напротив, стимулирует работников, отмечают спикеры. Это очень большая поддержка, большая поддержка и моральная, и психологическая тех, как говорится, тех инициатив, которые сейчас происходят у нас в Министерстве культуры. И мы этому всемирно, безмерно рады. Вот теперь с этого года, конечно, уже пойдет высокие оплаты должностных окладов профессорского преподавателя состава. И, соответственно, мы, конечно, теперь будем, имеем право потребовать с них работу и сказать, дорогие мои, вот вы уже, как говорится, получили такой аванс. Покажите свои работы, свои достижения. Под ведомством Министерства культуры и спорта сейчас работают четыре высших учебных заведения и столько же учреждений технического и профессионального образования, а также две республиканские школы-интернаты. В текущем году знания там будут получать 10 тысяч студентов. В этом году на обучение в сфере культуры и спорта было выделено 2365 грантов. Из них 800 грантов на творческие учебные заведения, магистратуру – 152, докторантуру – 23, а также на колледже высших учебных заведений – 200 грантов, колледжи – 300 грантов. В учебных заведениях в сфере культуры все готово, чтобы начать новый учебный год. Эти учебные заведения передали введение Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в 2014 году, что дало толчок развить учебных заведений, отмечает председатель Комитета культуры. Налажены взаимоотношения между учебными заведениями и организациями в сфере культуры, такими как Государственным театром оперы и балета «Астана-Опера», Театром «Астана-Балет», Национальным музеем Республики Казахстан. Они оказывают влияние на прохождение практики студентами и высокую занятость около 90% выпускников ежегодно. Вузы художественной направленности стали научными, творческими и просветительскими центрами, формирующими тенденции развития культуры страны. Для каждого учебного заведения установлена своя стратегия развития. По итогу более 800 студентов становятся лауреатами международных и республиканских конкурсов, заключила председатель Комитета культуры.